8.40 на нашем будильнике, вы смотрите программу «Утро в Петербурге» обо всем интересном и, очень важном, мы, конечно же, рассказываем в нашем большом утреннем эфире. Я понимаю, почему Василий так сейчас охвачен и захвачен, потому что тема весьма интересная, предстоит нам для обсуждения. Все мы ежемесячно оплачиваем коммунальные квитанции, делаем это онлайн или через кассу. И, конечно же, большинство из нас все-таки разобрались с вопросом, оплачивает ли страховку жилья в квитанциях ЖКХ. Да, на днях Роспотребнадзор объяснял, что жильцы не обязаны ее оплачивать. Вот что вложено в эту статью расходов и действительно ли она добровольная, обсудим с адвокатом в нашей студии Оксана Головичева. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, что вообще включает в себя вот эта новая услуга по страхованию жилья. Что именно там страхуется? Ну, страхуется жилье, и эта услуга появилась с 2019 года. Сейчас ее включают в квитанцию, и она предусматривает возможность застраховать свое жилье, будь то квартира или дом. А вот знаете, вот я вот иногда, когда куда-то уезжаешь из дома, думаешь, а может быть действительно вот на месяц, на ближайший, там уже можно помесячно, застраховать жилье, и я это делаю, но всплывает такой вопрос. Но мы это делаем добровольно, почему она появилась в квитанции. А вдруг там что-нибудь намухлюют, скажут, что вот этот риск не включен, например, если затопит квартиру, или там все включено? Ваши сомнения оправданы, потому что прежде чем платить за страховку, необходимо ознакомиться с правилами страхования. Для начала обратиться в управляющую компанию, чтобы узнать, какая страховая компания обслуживает. Во вторую очередь обратиться в страховую компанию и узнать правила страхования. То есть у каждой страховой компании свои могут быть правила и риски? Свои правила и риски. В общем и целом добровольное страхование покрывает риски пожар, потоп, наводнения, такие глобального характера. Но это страхование гражданской ответственности перед соседями? Нет, это страхование имущества. А гражданская ответственность, это вы можете самостоятельно заключить, добровольно договор. А нужно ли проверять управляющую компанию на предмет, вообще правомерна ли такая строчка страховки жилья? Безусловно, не нужно, а даже должно, потому что страховая компания должна заключать договор с управляющей компанией. И кроме того, вы имеете право обратиться и ознакомиться не только с договором страхования, но и с правилами страхования, которые есть в управляющей компании. То есть смотрите, я напоминаю, это добровольная услуга. То есть либо платим, либо не платим. И даже в кассах спрашивают. Но есть же случаи, когда она уже, получается, недобровольная, когда ее внесли. Вот что делать? Вот если человек не хочет платить, там же пени будут начисляться. Да, все верно. Но квитанции указаны отдельной строчкой добровольное страхование. И вы можете вычеркнуть эту строчку и не оплачивать. То есть, в принципе, не нужно идти в управляющую компанию, просто вычеркнуть. Уведомлять, да, что мы вам не будем оплачивать. А при оплате онлайн, например. Смотрите, если вы автоматически оплачиваете, вы автоматически соглашаетесь с договором, акцептуете его, и таким образом он считается заключенным, если вы уже оплатили. И если вы хотите расторгнуть, вы вправе обратиться сначала в управляющую компанию, чтобы узнать, какая же страховая у вас, и затем написать заявление в страховую компанию о прекращении договора и возврате излишне уплаченных сумм. А если, например, человек оплачивает эту строчку, и, в принципе, все его устраивает, может ли он спать спокойно в том случае, если действительно дойдет до страхового случая, не выяснится ли потом, что какой-то такой договор, не совсем все покрывающий. Вот так обычно и выясняется. Поэтому для начала... А, честно говоря, я платил. Да, я платил, но эти добровольные страхования, которые включены в квитанцию, они имеют достаточно общие характеристики по ущербам. То есть это такие чрезвычайные ситуации, которые не возникают, как правило. Это наводнение, потоп, ураган и так далее. Это редко встречающиеся случаи. Взрыв газа, вот, например. Взрыв газа, да, это тоже может быть. Это внесено уже в эти риски или не внесено? Правила страхования у каждой страховой компании отдельная. То есть может и не быть? Может и не быть, потому что коммунальные аварии, они тоже прописаны определенный перечень. Не каждая коммунальная авария может подпадать под добровольное страхование вот в этом случае. Поэтому прежде всего нужно узнать правила страхования и что мы страхуем перед тем, как оплачивать. То есть, опять-таки, все на наши ответственности. Да, а может ли собственник жилья расширить, например, перечень ущерба там, например? И сумму страховки увеличить. У меня, например, дорогой ремонт, скажет он. Да зачем так? Мало того, по этой добровольной страховке вы за ремонт не получите денежных средств, потому что там у нас выплачиваются только конструктивные элементы. Если упала крыша, упали стены и так далее, все имущество, находящееся в квартире, в этом случае не страхуется. Но страхуется квартира. Страхуется квартира, да. Дом от разрушения, если снесло крышу, если упала стена. В том случае, если у вас разрушился ремонт как таковой, там отслоился паркет и так далее, это не страховой случай в этой ситуации. Оксана, вот если резюмировать наш разговор, все-таки, если человек не хочет оплачивать с управляющей компанией, не хочет, чтобы там была эта строчка вписана, ему нужно каким-то образом идти куда-то, расторгать договор, писать какие-то заявления. Если он, например, до этого оплачивал, потом заметил и решил, что передумал. Да, или ничего не надо делать, просто я не плачу, сам вычеркиваешь. Если он не будет платить, страховая, соответственно, не будет его страховать. Автоматически. Если вы хотите исключить эту строчку, обязательно напишите письменное заявление в управляющую компанию. Тогда вам эту строчку исключат. Оксана, спасибо вам большое. На все самые сложные вопросы абсолютно точно ответили. У нас в гостях был адвокат Оксана Головичева. Продолжение следует... Продолжение следует...